Вы знаете, честно говоря, я не обращал внимания, что есть такая тенденция, что чаще стали поднимать вопрос о женщинах с оружием в руках. Но может быть, если и есть таковая, то потому что в советскую эпоху, может быть, как-то про женщин забывали, все-таки говорили в большей степени о подвигах нашей мужской половины. Но мы все прекрасно понимаем, что женщины совершали не меньший подвиг во время Советского Союза в эпоху Великой Отечественной войны, и их подвиг также наравне должен быть оценен. Что касается того, кто из действующих депутатов Государственной Думы мог бы взять оружие в руках, честно говоря, и мне хочется в это верить, что, наверное, любая женщина-депутат, которая сейчас присутствует, могла бы защитить свою Родину. Ведь защитить свою Родину можно не только с оружием в руках, можно и готовить еду для солдат, и вынося их с поля боя, не используя оружие. Кто на что учился, и кто во что гораст. Но когда приходит общая беда, это концентрирует людей, это консолидирует людей, и даже те, которые, как принято, может быть, были тихони, какие-то ботаники, они способны перегрызть глотку врагу.